Коловные водозаборные сооружения, расположенные в селе Речхи, обеспечивают питьевой водой весь Галский район и часть сел Кварчалского района. Природная вода, поступающая в город Гал по центральному водоводу, чистая и соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода также дополнительно обеззараживается при помощи извести и соли, без использования хлора и других химикатов. По словам первого замглавы администрации Галского района по городскому администрированию Дмитрия Адлиба, уникальность данной системы водоснабжения состоит в том, что вода с водозабора в город идет самотеком, без использования каких-либо насосов и распределяется по каналам водовода при помощи простой системы задвижек. Однако вся система находится в эксплуатации уже более 50 лет и за все это время ни разу капитальный ремонт не производился. Водопроводные трубы центрального водовода давно износились, из-за чего в последнее время аварийные ситуации происходят все чаще и чаще. При возникновении опасных разрывов специалисты управления городского хозяйства латают водовод, но на некоторых участках разрывов трубы ремонту не подлежат и их приходится менять на новые. Частые разрывы труб не лучшим образом сказываются на состоянии проселочной дороги, которая также давно не ремонтировалась и подмывы дороги из-за поврежденного водовода делают ее труднопроходимой. Почти вся дорога ведущая к головным водозаборным сооружением, проходящая по селу речь в ямах и провалах. Местные жители своими силами пытаются периодически залатать ямы, но вода все смывает. Работники УГХ, несмотря на отсутствие всей необходимой техники и недостаток специалистов, прилагают большие усилия для поддержания линий водовода в работоспособном состоянии. Сотрудники отдела водоснабжения и водоотведения работают без перерывов и выходных, иногда в особенно сложных ситуациях даже круглые сутки, для того, чтобы в кратчайшие сроки устранять утечки и обеспечить подачу воды в город. К сожалению, этих усилий оказывается недостаточно. Головные водозаборные сооружения нуждаются в полной реконструкции. В попорных стенах некоторых сооружений появились трещины, которые могут привести к плачевным последствиям. Бюджет района не в силах оплатить реконструкцию, так как таких денег в районе нет. Дмитрий Адлиба отметил, что в этом году сотрудниками управления городского хозяйства были заменены две большие сливные задвижки, которые пострадали после оползня. Данные задвижки нужны для снижения давления в случае аварий посредством слива воды. При том, что объем работы был большой и растянулся на 4 дня, благодаря слаженной оперативной работе отдела водоснабжения и водоотведения, подача воды в город прекращена не была. Адлиба подчеркнул, что еще как минимум 12 больших задвижек и около 200 маленьких, расположенных в городе, нуждаются в замене. Но на это средств, к сожалению, пока нет. В ближайшее время специалисты УГХ намерены устранить порядка 15 обнаруженных опасных протечек на линиях водовода, проходящих по селу Речь. Для того, чтобы в связи с ремонтными работами город и район надолго не отключать от водоснабжения, работники отдела водоснабжения и водоотведения тщательно готовятся к проведению данных мероприятий и работают сутки напролет. Как отметили специалисты, под каждой из этих утечек после снятия грунта будет бить фонтан высотой минимум в несколько метров. Но если эту работу не проводить своевременно, системы водоснабжения могут ждать серьезные проблемы. Проблемой для водопроводных труб на данных участках также являются ореховые насаждения, выращенные прямо над линиями водовода, что категорически нельзя было делать. Насаждения придется сносить, чтобы добраться до труб с удечками. «Сегодня мы приехали, поднялись на головное сооружение, куда выходит, питается наш город. Но в трубах имеются серьезные проблемы, аварии по трассе. И как распогодится, мы должны приступить к восстановительным работам, потому что если сейчас не присмотрим вот эти проблемы, уже, может быть, без воды останемся без района. Здесь такие места, в некоторых местах, которые тракторам, техникам невозможно подойти, вручную придется. Можно сказать, что катастрофическая ситуация на водоводе. И должны с помощью администрации УГХ, с помощью наших рабочих все возможное и невозможное должны выполнить. Сейчас вот это мы закроем. Трубы, так как они старые, уже амортизованы. Новые трубы мы не имеем, чтобы провести линию, поменять магистрал полностью до канала. Это две трубы идут, пятисотка и семисотка, 12,5 километров отсюда начинают до канала, до города. Ну, 25 километров трубы поменять, это большая, огромная сумма. Думаю, что правительство тоже услышат, нас все помогут, потому что район, город сам не может своими силами обеспечить вот такой объем работы. Но мы стараемся. В любое время суток будем работать, чтобы население не осталось без воды. И в субботу, в воскресенье будем. Главное, чтобы погода была. Погода была, до поздно ночи будем работать.